Девушки отдыхают Дверь не делал, вставай Нет, а я Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия Девушки отдыхают Девушки отдыхают Там первый страх идёт. Страх Леонида. Так, ну давай, начинай читать. Потом мы отрепетерём. То есть как ты заходишь, ты как бы там всего боишься. Вот так вот плечи, голову в плечи втянула. Мы ей говорим. Ну, всегда, я тут не везде писала, всегда заходите, здоровайтесь, понятно? Здравствуйте, доктор. Ну, доктор отвечает. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь, понимала? Давай. Уважаемый доктор, меня часто одолевает страх. Я всего боюсь. А вдруг я не чувствую? А вдруг сработаю? Это страшное болезнь. Помните, что учат боязливых в озере обмена? Но эта болезнь излечима. Попывайте на Господа и верьте в Него. Повторяйте за мной. Не бойся, только веруй. Не бойся, только веруй. Громче, громче. Не бойся, только веруй. Еще смелее, чтобы все слышали. Не бойся, только веруй. Да поможет вам в этом Господь. Благодарю вас за совет. Ну, все, ты рецепт отдаешь, ты берешь его, читаешь и уходишь. Все. Кто у нас следующий? А, Ксения, дай. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Что вас беспокоит? Да ничего. Но вот братья и сестры говорят, что мне нужно проверить свое здоровье. Хотя я хорошо себя чувствую, ревнуя о Боге и твердо стою на правильном пути. О, да у вас опасная болезнь. Кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Вот, возьмите рецепт и сегодня же начинайте лечиться. До свидания, доктор. До свидания. Врачи тоже часто ошибаются. Я не знаю, как тут, может, непонятно будет, кто это пришел. А может, мы таблички нам различим. А может, на муке? На муке? Да, ма. Нет, ну, может быть, спросить, как ваша фамилия, и тогда, это... А, как вас зовут, и тогда понятно станет. Чтобы табличку вы будете заполнять. Ну да, может быть, так. Как вас зовут, как ваша фамилия? Ты скажешь, самоуверова там или как-то там самоуверенная. Ксения самоуверенная. А, ну да. Надя, Надя, а этот ролик-то видели, как в Потерявке-то, вот эту сценку играла? Анфиса. Я не нашла, где, хотя бы скажи, по дате. Я потом дам ссылку тебе. Дашь мне, ладно. Потому что я не нашла, я нашла в интернете, там такая, такой сценарий был, очень... Я уж его обрезала, обрезала. Надо ли ее посмотреть, Анфиса, как там, в эту сценку. Она вот за врача тоже играла там. Их, видишь, их много, и тексты разные. Вот я хотела найти Потерявский текст, но вот в интернете все время выпадала вот одна и та же сценка. Какая скучная, длинная, там столько места списания, цитируют, а я думаю, что это будет очень так. У нас и народу, и места мало. Все, не скинешь, ладно, мне в одну классную. Дальше печаль, Келина. Ну, так, тоже врачи ошибаются. Дальше печаль. Печаль это будет Акелина. Так, у нас Акелина скажет. Я за нее прочитаю. Моя болезнь печаль. Я почти никогда не испытываю радости. Такая печальная будешь, такая грустная, не улыбаешься. А если радость приходит, то быстро покидает мою душу. О, это очень грустная болезнь. Ой, это очень грустная болезнь, но от нее есть лекарство. Вот вам три таблетки три раза в день. Принимайте по одной таблеточке три раза в день. Сейчас я съеду эту штуку помешаю. Можешь какой-нибудь бутырек с подвитаминок ей вручить. Хорошо. Скажешь, вот лекарство. Вот, пейте по одной таблетке три раза в день. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Сердечно благодарю, я так и сделаю. Так, Крис пришел. Да. Это Крис, где он? Давай. Четыре. Вот он больной кричит. Это не надо читать, желай. Здравствуйте, доктор. У меня что-то с горлом. Я всегда кричу. До школы, на улице. И легко перехожу на Крис. Только нужно будет реально громко говорить. Здравствуйте, доктор. У меня что-то с горлом. Я всегда кричу. Особенно, если спорю. Да, я вижу вашу болезнь. Вернее, слышу. Вот вам хорошие рецепты Библии. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. А я что же не забыла? Да, да, ты кричишь, ты же еще не начала лечиться. Благодарю вас за хорошие рецепты. Спасибо. Слова мудрых, высказанные. Это у меня не было. Слова мудрых. Слова мудрых. Так, сама лечит. Слова мудрых, что у нас? Слова мудрых. Давай. Слова мудрых. Лер, ну вот так это не подойдет. Ну вот это читай. Не забудь бромба. Хорошо? Я не жалую. Слова мудрых. Слова мудрых. Слова мудрых. Слова мудрых. Проходите, проходите. Как ваша фамилия? Как ваша фамилия? Слова мудрых. Рассказывайте, на что жалуетесь? Знаете, два предписания сказано, что люди друг друга любили, а мне кажется, что церкви меня мало любили. Ну куда торопишься? Ну куда торопишься? Вот я даже знаю текст, но с твоих слов ничего не поняла, что ты сказала. Спешишь прям, спешишь. У нас же не скоро чтение. Еще раз. Вы знаете, доктор? Вы знаете, доктор? В писании сказано, что вы друг друга любили, а мне кажется, что в церкви меня мало любишь. Скажите, а вы сами всех любите? За что мне их любить-то? Все с вами ясно. Вы больны самолюбием. Для лечения предлагаю вам показания из Библии. Кто хочет иметь друзей, кто-то сам должен быть дружелюбным. И еще. Не мечтайте о себе. Любовь не ищет людей. Спасибо, Христос, доктор. Спасибо, Христос, доктор. Я знаю, как не вылечиться. До свидания. До свидания. До свидания. Не говорите. Угу. Так. И кто у нас дальше? Ложь. 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 Лени нету. Давай за Леню читай. Медленно. Спокойно. Давай. Доктор. Доктор. У меня нехорошая болезнь, что стыдно и признаться. Я говорю неправду. Сначала просто шутила и признавалась в этом. Сейчас я запуталась, но говорила уже очень много лжей. Скажи, тебе не хотели бы иметь что-то общее с дьяволом? Ну что вы, конечно нет. Так вот, знаете, что дьявол – отец лжи. Всякая неправда есть грех. Примите же совет Слова Божьего. Отвергнувши ложь, говорите истину друг другу. Благодарю вас за это напоминание. Отныне я хочу всегда отвергнуть ложь и говорить правду, и подвисаться за правду. Да благословит вас Господь быть правдивой христианкой. Так, зависть. Это зависть Иван, да? Доктор, здравствуйте. Что у вас? Когда я смотрю в зеркало, мной одолевает чувство досады, что я не такой красивый и нарядный, как другие. Я все время страдаю, что у меня нет того, что есть у других. Хорошие вещи, здоровье, деньги. Мне тяжело видеть счастливых. У вас страшное заражение завистью, поэтому вам больно смотреть на благополучие других. Соломон говорит, что зависть – это гниль в костях. Вот вам совет от царя Давида. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Слава Богу, что вы мне помогли понять это. Пойду лечиться. До свидания. Господа. Вот сделаешь ли я эти рецепты? Печатаешь и будешь в каждом улучшать. Не забывай там в каждом улучшать. Проходите, присаживайтесь. Может, у нее будут среди листиков эти слова и ходить? Конечно, у нее будут слова. Так, давайте. Не забудьте, вчера вы мне не напомнили, и я тоже осталась на колочке лежать. Это не игрушка, положи. Я вам отдала. Я бы от тебя пришел. Смотри. А, Илья, тебе еще задание помочь обнюшать с песней, да? Ну, как-нибудь там придумать, я даже не знаю, на какую мелодию. Можно какую-нибудь колыбельную такую вот. Где вот она? Сейчас мы с вами продолжим тему, пройдем к истинному православию. Вот. Тихо. Вот. Ну, здесь, да, правильно. Кто сказал? Пять. Пять не сказал. Что? Тем много он сказал в этой книге. Так, вот. Сегодня я хотела с вами поговорить. Тема называется «О семье». Что такое семья? И важна ли она для христианина? Вот вы, может быть, слышали, что вот семья относится к традиционным человеческим ценностям, да? И для нас, вот у нас как училищ семья, ячейка общества. Семья, основа воспитания и так далее. Не школа, а именно семья. Все, что закладывается в человеке, это закладывается в раннем возрасте. А ранний возраст – это что? Это семья. Воспитание. То есть школа дает знания, подготавливает человека к образованию. Вы все учитесь в общеобразовательной школах. Но воспитание вам дает родителей, внутри семьи. У кого-то, кто-то, может быть, еще бабушка с дедушкой. И учат всему, что человек приобретает, навыки, воспитание, культуру общения. Он приобретает в семье, прежде всего в семье. Школа может это ослабить, либо усилить это воспитание. Но все-таки в основе семья. Вот сейчас есть такое. В мире как бы идет, ну это, конечно, все идет от сатаны, чтобы семью разрушить, чтобы семья не имела такого значения, что главное над семьей становятся специальные там службы, органы. Придумали там ювенальную юстицию, службу опеки. В нашей стране, слава Богу, это еще такой силы не имеет и такого влияния. Но вот за границей примеры, которые мы слышим, что там происходит, это ужасно. То есть семья ничего не значит. Родители никакой власти над детьми не имеют. Дети не собственность родителей. И специальные люди решают, где будет ребенок. Могут изъять ребенка, могут поместить в другую семью. Хочет он, не хочет. Его никто не спросит. И такое насаждение идет, что вот даже вот у нас знакомые уехали за границу, и они говорят, вот им всем объясняют, по какому телефончику звони. Чуть не так. Расскажьте, что-то предупреждали. Говорите, говорите. Так, кто сегодня прищищается? Руку поднимите. Так, не опускайте руки, посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять. Правильно, наверное, посчитал, да? Одиннадцать. Я немножко скажу об этом. Вот как часто надо сегодня спорить? Как часто? Когда Русь приняла крещение, с первого дня было четыре раза в году, четыре поста. Рождественский пост, Петров пост, Успение и Великий пост. Но так, чтобы, когда я хочу, в любой день этого никогда не было. Никогда. Вот этот порядок сохранился у старобрядцев. Они что-то другое не знают, не проповедуют, не благовествуют, Библию не знают, но это они четко держат. Это помогает человеку, как говорится, держать в руках. Притом они не знают, где кланяются. Вы на это тоже смотрите. Сегодня такое есть учение в православии, что если какая-то беда, что-то не знает, или там согрешил, сын запился, а ты сходи, причастись. Какая-то панацея. Когда он пьет, его два года нельзя в храм запускать. Он должен стоять там, мокнуть. Иоанн Златоуз говорит, не одобряем, не частое, не редкое, а готовность. Инеев причащается раз в год, Инеев два года один раз, это Иоанн Златоуз говорит. Ну, у нас принято вот так принято. И считают, что человек причащается, все с него снимается, и в Библии это не говорится нигде. А вот вы были на исповеди, и священник говорит, властью данной мне от Бога, да разрешишься от грехов. И над головой у тебя совершается крестное знамение. Священник только свидетель, я говорю, я ничего сам не могу делать. Вот в Альбе, вы перед ним, если что не сказали где-то, вы даже, ну, знаешь, за собой, скрывать нельзя. Отпущение грехов, вот вчера у вас было, а сегодня это для жизни, чтобы вы были жизненные. Была сила, ты не можешь, все время сонный. При честенстве у тебя должна быть энергия. Не то, что там слово энергия в отрицательном смысле, а в самом положительном, в жизни. Вот человек заболел, его там ранили где-то, у него кровь вытекла. Что дальше нужно? Найти донора. Донор это тот, кто дает не какой-то заменитель, а кровь. Бывает так напрямую, подсоединяют, из него прямо кровь у него тещет. Это образно, это кровь Христа, и примерно так, он великий безгрешный донор. Ну, вот, бывает так, где-то кровь там хранится, а потом, внезапно много людей пострадало, делает объявление, по радио там, чтобы кто-то пришел, сдали кровь, потому что, тут теракт был, много раненых, и надо, чтобы здесь. и вот в Элисе делали это. 475 детей заразили спидом. Это вообразить нельзя, ты держишь, она такая ласковая, она не виновата, что-то случилось, нужно было переливание крови. И вот теперь, так называемые, свидетели староживой башни, свидетели его, они будут на первом месте. Они не разрешают. А говорят, они не разрешают, умерло, практически никто не умер. Если было, то вы не знаете, еще было бы, спасли или нет, они вернут, ну, если бы, то он бы не умер. И мы этого не знаем. Они твердо этого держат. И когда мы были в поездке, у меня завещание составлено, что я категорически отказываюсь от этого. Кому это надо, свою кровь можешь сдать, и там в банке будут хранить, там при определенной температуре и прочее. Я просто говорю, что это означает? Вы, золотой узбори, делитесь, как огнедышащие львы. Лев, у которого пламя изо рта идет. Сегодня не бегайте, и после причастия нигде не плюйтесь. Это нельзя делать. Это просто надо понимать. Мы вплотную соприкоснулись со Христом. Вот Христос есть, мы так воображаем, ну, на иконе там смотрим, на картинках. А здесь не картинка, не икона, а реально. Прямо, непосредственно со Христом. Другого нет. Католики считают, что это еще с Папой общение. Нет у нас этого учения. Именно мы Христа принимаем в себя. А как? Не надо рассуждать. А как Господь совершил, вечером, а сам еще не умер, а уже кровь свою подавал. Как? Никак. Тебе рассуждать нельзя об этом. Господь сказал, надо только принять. Поэтому с благоговеренем подходите. Руки складывай так, правая рука сверху идет. Вот так вот расходил. Как ты молишься? А кто молится двуперстно складывать? Есть такие, нет? Нет. А двуперстно? Вот так пальцы сложите. Вот смотрите. Вот так вот. Вот так подходите, чтобы пальцы были сложены. И как-то стоит, как вот так вот. И потом уже там запивка, там уже проще будет идти. Ты выперстно, да? Нет, я хочу спросить, можно еще? А? Спросить можно? Ну да. Вот когда уже батюшка выходит причащать, вот причастники должны земной поклон делать отдельно? Иногда батюшка говорит, что делаете, а иногда... Ну, поклониться это никак не помешает. Воскресный день не делается, но здесь все меняется. Причащие непосредственно. Правила... Именно причастники. Да. Правила все отходят. Вот знаем, что на Благовещение разрешается рыба. Но если Благовещение попадает на последние недели, рыбы уже нету. Почему? Страстная неделя, побеждает все. До пятницы разрешает, до четверга разрешается растительное масло. То есть правила одно на другое, и сразу то правило. Главное, это создание Христа. Тут надо все иметь в виду. Главный праздник на земле какой? Воскресенье. Христос воскрес из мертвых. В этом. А то начинает там большой праздник, покров. Это вообще не праздник. Событие там где-то было. Я говорю, почему не празднует они блокады Ленинграда? Или Курская битва выиграна? Вот это надо отмечать. Или там Сталинград прорвали наконец эту непобедимую армию. Вот это надо смотреть. Я просто к примеру говорю. Надо реально смотреть. Подходишь, и ты ничего не думаешь. Господи, как мне не согрешить и прославить тебя? Тебя Господь наделяет силой, жизнью. Если не будете вкушать плоти сына человеческой, не будете иметь в себе жизнь. То есть верующий называется он все время, он не знает куда идти. Здесь сила у тебя. Ты на работе, в школе. Ты другим можешь сказать, что вы видите. Видите, у нас как все по форме одеты. Какая красота. Я батюшки сказал, мы будем снимать здесь. Это оставить на память. Снимки буду делать, чтобы снимки остались. Мы не знаем, что будет. Завтра батюшка не будет, а там толпа церкви идет, и не найдешь ни конца, ни края. У нас возможности такие есть. Строго по порядку. Поэтому, приходя, если на кого что-то имеете, главное препятствие к этому, если ты на кого-то что-то имеешь и простить не можешь, вот это прости, потому что я тоже смертный и все встал на свое место. Вот что я хотел вам сказать. А ну-ка руки сложите вместе. Подходите при счастье. Правая сверху рука. Вот так. Все. На, как надо. Молодцы. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Душа моя Господа, И в самом внутреннем маня, Имя Святое Его. Благослови, Душа моя Господа, И не забывай все воздаяние Его. Очищайся, Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Душа моя Господа, И Твоя, избавляющая гордость линия живот Твой, Венчающий быть милостью ищем ротами, Исполняющая во благое желания Твое, Обновится я, Оля, юность Твоя. Творяй, милостыни Господь, Истоку всем обидимым, Сказал пути свои мои силы, Светом об Израилевым, Хотенья своя. Чудрой милости Господь, Долго терпит и много милости, Не до конца прогневается, Ниже век рождует, Ни по беззакониям нашим сотворились нам, Ниже по грехам нашим воздал есть нам, Я, Господи, в сети небес, не от земли, Удивделись Господь, милостыни, Но боящихся Его. Ими, растоят во сноце от запад, Удавлялись от нас беззакония наша. Я, Боже, щедрый, Татья, сыны, Ущедрый Господь, боящихся Его. Я, Господи, поздно создание наше, Помянуя, как обесть есть мы, Человек, я, Господь, работниву, Я, Господь, сильный, так, от сети, Я, Господь против неба не будет, И не познает тому место своего. Милостыни, Господь, от века и до века, Благословите, Господи, все ангелы Его, Слуги Его, творящие волю Его. Благословите, Господа, все дела Его, На всяком месте, владычество Его. Слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне, и пресно, и во веки веков, аминь, Благослови, душа моя, Господа, И за внутренняя моя, имя Святой Его, Благослови, благословеннейший, Господи. Пойте и пахте миром, Господа, помолимся. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава, Отцу и Богородицу, И сна Деву молимся всеми святыми, Помянувши сами себе, Друг друга, весь живот наш, Кресту Богу, пресно, и во веки веков, аминь. Слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, Хвали, душа моя, Господа, Вас, Благослови, Господа, в животе моем, Пойду по моему дом, где же есть.